Рак, перископ, майки, точка орг Заходи на страницу Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы Шапки, футболки, одежда С огромным каталогом принтов Выражай себя в принтах и дари подарки близким Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей Ты еще не понял, заходи тут Ссылка в описании, это лучший магазин, бау Эй, всем добрый день Добрый воскресный день Давайте подсоединяйтесь Я такой редкий гость прямых эфиров Своих же собственных Своего собственного телеканала Вот, но Захашуку на самом деле всегда только с хорошим настроением Вот сегодня у меня хорошее настроение Я вам всем отправляю просто миллион, миллиард лайков Привет, Настюшка И что ты делаешь в Кишиневе, родная моя, я не знаю Но Кишиневу тоже привет Всем-всем-всем привет Лайки сыпятся Я никуда не направляюсь Привет, Олечка Я сижу, жду жену, которая пошла на почту отправлять в Россию посылки нашей новой отечественной В основном она меня ждет А сегодня я в роли ждуна Вот, так что Пока я жду, я думаю, ну что я буду тратить время зря Настюшка, да и все, я понял, я видел Вот, и я решил С вами пообщаться Поделиться хорошим настроением Какими-то новостями, возможно Вот, потому всем-всем городам привет Всем странам привет Да, цена долг Особенно Укрпочта наша Она все делает очень долго Ну, давайте, задавайте, может, какие-то вопросы Что вас интересует Когда новые песни Как я отношусь к евреям Да, так как ты, блин, еврейка Я отношусь хорошо к евреям Я отношусь вообще к любой нации Хорошо, если человек хороший, порядочный Вот, если ты, Настюха, просто не женщина А просто, вот, не знаю, золото То, как я могу плохо относиться к такой женщине евреям То есть, потому я отношусь ко всем нациям хорошо Но, вот, почему-то евреи в последнее время Кстати, я пытался разобраться Если интересуют мои размышления по поводу Почему евреи правят миром Мне кажется, они просто в какой-то момент Если смотреть историю Ротшильда Там, начало 18 века Битва под Ватерлоу Как они технично скупили всю Британию Если вы не знаете, я быстро в двух словах расскажу Была битва под Ватерлоу между Британией и Францией И Ротшильды, как одни из самых богатых семей На тот момент проживающих в Британии Узнали, что Британия победила в битве под Ватерлоу Но начали технично продавать свои акции И все, как бы, повелись на это Подумают, а, Ротшильды, они самые богатые Они что-то знают И тоже начали продавать акции И тут через два дня приезжает гонец и говорит Мы победили, все продали акции А Ротшильды все скупили И с тех пор Британию купили евреи То, что я знаю Вот, возможно, я в чем-то не прав Но, вот, и... Ну, это, как бы, хитрый поступок Но, что тут криминального Просто качнули весь мир А потом купили весь мир Вот, и с тех пор, вот, как бы, как-то так Да, я вот, честно говоря, как бы, считаю, что со многих евреев Нужно брать пример с их системы образования Потому что я общался с одной еврейской семьей И у них дети просто в семь лет программирование изучают А мы, ну, как бы, бухаем на лавочках пива И потом говорим О, евреи правят всем миром Ну, потому что евреи с детства просто изучают языки Изучают разные направления Потому, как бы, они преуспели, возможно, в этом Ну, короче, ладно Ну, это у меня подружка еврейка Вот, но я ее очень люблю И потому она, вот, мне кажется, где-то закралась В ее сознании То, что я какой-то антисемитушка Вот, потому я... Короче, всем достойным людям Респект и уважуха Вот Ну, я должен был это рассказать Давайте дальше Как я отношусь к аргентинцам, например Да, привет, привет Давайте что-то... Позадавайте какие-то интересные вопросы Вот про евреев Насчет батла на версусе На самом деле я не хочу батлить Я... Это был такой порыв В, честно говоря, слабости Моей внутренней Мне почему-то захотелось Вот вы говорили про меня гадости Вот я приеду И вы мне все в глаза скажете Вот Но... Честно говоря, ненавижу батлы Как ненавидел, так и просто ненавижу И никогда не буду это любить Потому, что... Просто... В моем сердце живет любовь Я не ищу никогда в людях недостатки Или не люблю обсуждать кого-то Осуждать И... Потому, не знаю Это никогда не станет для меня родным Я не смогу вот опуститься на животный уровень И искать какие-то в человеке гадости Там копать А сейчас же батлы стали Чем больше ты наищешь какого-то И перекрутишь каких-то фактов Тем круче, типа, вот Потому батлы это точно Не для меня на всю жизнь, вот Есть желание Начать боксировать На любительском уровне, вот И... Возможно, вы скоро увидите мой первый бой Вот Вот такой вам спойлер Сейчас идут переговоры Да, всем привет Как я отношусь к полякам? Хорошо отношусь К полякам Я ко всем Хорошо отношусь К хорошим Людям Хорошо К плохим Плохо Что за космос? Ну, я считаю, что мы Все дети Этой вселенной И... Как бы Я об этом рассказываю Что такое... Короче Это я сейчас вам как про евреев Но тут часа на четыре Про космос Я думаю Люди, которые чувствуют Мне не нужно что-то объяснять Есть люди, которые чувствуют И говорят Вот песня Дети космоса Вот не знаю почему Но она мне нравится Мне кажется Все на энергетическом уровне Становится Понятным Когда Подобные Притягивают Подобные Привет, братан Макс Привет Привет Это я тебе говорю Что-то еще Меня спрашивали Про Ломаченко Наверное Спрашивали Я не увидел Сам вопрос Это вообще Как бы Человек Я являюсь Его фанатом Это величайший Просто Спортсмен И не только спортсмен А вот реально Человек Потому что Мне нравится Его история Как его воспитал Отец Как Как он вообще Себя показывает В ринге Свою Как бы И технику И в то же время Человечность Своё поведение Никакого Там Трештока Каких-то там Какой-то Занощивости Человек просто Выходит И он просто Лучший на этой планете Это По моему мнению Лучший боксер Планеты Сейчас так точно Кто твой кумир Василий Ломаченко Да Мне нравится Реал Я Давайте Сейчас кого-то Подключу Просто из своих Фанатов Будет прикольно Мне кажется Игорёчек Привет Родной мой Дивишься Куратор На самом деле Не смотрю О Сейчас я Подождите Я Игорёк Я тебя Подключаю Как это Сделать Ну Подключение Игорёчек Привет 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 Как дела Родной Да нормально Хочу кушать Пришёл Салатик Свой Выбираю Вот так Знакомьтесь Это Игорь Гунько Украинский Спортсмен ММА Мой близкий Человек По жизни По духу Вот Я смотрю Как он постоянно Занимается Беру с него Пример Ой спасибо Всё взаимно В тысячу раз У меня вообще Нет слов Реально Смотри Мне так приятно Честно А ты где? Я жду жену Которая пошла По ссылке На Укрпочту Отправлял А я проезжал Возле Уливера Заезжал на кофейню Приходи кофе пить Сфоткаемся Возле кофейни Братан Одетый Метро Олимпийская Большая Васильковская 74 Сразу напротив Торгового центра Олимпийский Ага Так у тебя там кофейня Или что? Да Ты говоришь Наблюдаешь Наблюдаешь А не смотришь За моими сторисами Как я ночью Ее красил Подолг Братан Я сторис Вообще не смотрю У меня есть такая бочина Вот не знаю Вот я ленту смотрю А сторис Как-то мне вообще Не интересно А мне все говорят Выкладывай сторис И люди смотрят сторис А я что-то как-то Древний Древний Нет Реально сейчас Сторис Популярней становится Знаешь То что ты хотел Показать людям И не хочешь Оставлять у себя Засорять инстаграм Знаешь Можно туда все кидать Ну вот Я как бы Еще не дошел До этого Так что Так что братанчик Хорошего тебе дня Обнял тебя Спасибо Отключай меня А как это сделать О Эй Эй Как перевернуть Теперь камеру Вот Давайте кого-то Еще подключу Просто ради прикола Будет Мне кажется Очень приятно Кому-то Так Назар Вот какой-то Так А ну Назар Так И что Назар Все Ты не Назар Эм Ну давайте Сейчас кого-то Подключу Только Киньте запрос Да и Главное Чтобы в туалете Никто не сидел Сейчас Привет И Йоу-йоу Братан Ты видишь Как ты ворвался В мой эфир Это было сильно Ты откуда? Кривой рог Кривой рог Я вообще У меня кривой рог Второй Мой родной дом О Нормально Как тебя зовут? Влад Влад Очень приятно Сколько тебе лет? Мне 14 О Ты какой Понятно Ну я вот Видишь Решил как бы Ну у тебя есть возможность Тогда задать мне Какой-то вопрос А Когда будешь В Кривбасе? Я вот Недавно Был у вас На соревнованиях По боксу Я понял А вообще Концерт Концертов Не будет пока Концертов Мы пока не делаем В этом году Концерты Сделаем уже В следующем году Я думаю А в этом Мы пока Собираемся Писать Песни Снимать Клипы Делать какие-то Интересные Проекты Вот А ты где? Дома? Да Понятно Ну братан Не знаю Как сказать Хорошо ты живешь Или нет Вижу только Белую стену Так что Нормально Желаю Чтобы ты Хорошо Всего тебе Самого доброго Спасибо Хорошо Вот Вот такие Сегодня Аукцион Прямых эфиров Так Давайте Кого-то Кого-то Сейчас Выберем Боже Столько Вы бросаете Что я не Успеваю Нажать кнопку Типа Чтобы Кого-то Подключить Эй Тише Тише Ребят Сейчас Все решили Ворваться Так Стойте Я же не могу Кнопку Так Игорек Вон Какой-то Так Подождите Ребята Дмитрий Бакун Вот Подключаю Дмитрия Бакуна Первый Был В списке Привет Привет Димон Как дела Днепра Днепра Очень приятно Днепру Привет У тебя Спортсмен Спортсмен Все нормально Ты на связи Развлючил Что-то интернет Димон Чем занимаешься Тэквондо Тэквондо Прикольно Какие у тебя Достижения Чемпион Украины Черный пояс Кандидат Ооо Выходили А ну лайков Насыпьте Димону Бегом лайков Насыпь Вон Видишь Как летят Это тебе Димон Станек Когда альбом Новый В следующем Году А может И в этом Сделаю Какой-то Небольшой У меня Столько Честных Идей На альбомы Я Честно говоря Не знаю За что Первое Браться И это От этого Очень плохо Потому что Есть несколько Прям Украиноязычный Хочу Альбом Точно Сделать Тем более Хочу Записать Там Песни С нашими Украинскими Исполнителями Которых Уважаю Очень Потом Есть Идея Выпустить Альбом Ермак Добряк Вот Добрые Песни Вот Потом Есть идея У меня Сделать Историю Про Как бы Фантастика Из будущего Про Искусственный Интеллект Вот И Короче Куча Всего Но Блин Столько Работы Столько Как бы Всяких Сейчас Моментов Происходит Которые Сосут Энергию Столько Людей Просто Банально Хотят Встретиться У меня Прошлая Неделя Была Я просто Встречался С людьми Я решил На год Выполнить План Потому что Куча Знакомых Куча Хороших Людей И их Нужно Как бы Уважить И вдохновиться Их Историями Тоже Вот И потому Вот так А сейчас Буду садиться И буду Работать Так что Диманчик Я тебя обнял Ты молодец Побед тебе Спасибо Спасибо Не слышно Что-то Ты как-то Закрыл микрофон Говорю Спасибо Все Давай Хорошего дня Всем дала Удачи Благотворчества Спасибо Пока Так Ребяточки Ну вот так Не ожидали Вы Да Что я Вас Буду Всех Подключать Но Буду Так Чаще Делать Буду Выводить Вас В прямые Эфир Чтобы Люди Знали Что У нас Есть Такие Чемпионы Украины С черными Поясами Мне Тоже Приятно Так Ну давайте Еще Кого-то Подключу Мне кажется О Денис Минин Это вообще Величайший Человек Я просто Преклоняюсь И отправляю Привет И респект В любую Вообще Точку Планеты Где ты Сейчас Находишься Кто не знает Это Человек Который Наверное Один из Основателей Воркаут Движения В наших Странах Который Постоянно Проповедует Здоровый Образ Жизни Правильное Питание Вот Я прям Невероятно Не знаю Не знаю Как Выразить Этот огромный Респект Денису Минину Так что Ищите В инстаграме Подписывайтесь И Будете Короче Спортивными Здоровыми И хорошими Людьми Так Шо Вот Благодаря Минину И казачку Начал Заниматься Видите Как Один Кто-то Говорят Разве Человек Может Изменить Что-то На этом Не может Так Сейчас Пацаны Я гляну И подключу Кого-то Вот Николай Рудзинский Так Ну Что Э Собаки Вы Чего Там Рычать А Я Собаками Я Вам Не Сказал Вон Смотрите Тимон Передай Всем Привет А ну Соня Не А Вот Собака К нам Подошла А ты Зарычал Сразу Какой Охранник Ничего Себе Что Такие У меня Два Охранника Так Шутаю Очень Долго К Рудзинскому Подключается Так Ну Дальше Пошли Кто Тут Он Нас На Связи Так Николай Рудзинский Шутюки Тут Самый Роберт Давайте Еее Привет Привет Роберт Тебя зовут Роберт Ты Что-то виснет у тебя интернет, брат Нормально вроде Говорю тебя как зовут? Роберт, Роберт А, Роберт, очень прикольно Ты откуда, брат? Ты откуда, брат? С Николаева, с Николаева С Николаева, Украина Все украинцы, короче Чем занимаешься, Роберт? Я учусь в строительном колледже Да, ты будешь Да, ты будешь Скажи, кем архитектом быть Прорабом Нет, именно строитель Ну, бригадиром собираюсь высшую пойти в Одессу Ага, понятно Я вчера Юрий Никонов, по-моему, строитель Кан И, честно говоря, так вдохновился Историей человека, который Строитель По жизни, который Вот реально любит То, что он делает И самому захотелось Строитель Серьезно прям Хочет кто-то строить Так что, Роберт, может Когда-то на сегодня пересекут Брат Это интересно, я говорю Вот чертицам Это как-то вдохновляет Сначала было так стрёмно Когда курсовой первый начинался А потом вот вник в это И оно даже интересно Круто Братан, я тебе отправляю привет В городе Николаев Успехов тебе Спасибо И надеюсь пересечемся Я его обнял Спасибо Я вам сам надеюсь Так Ребятулечки Короче, у меня что-то честно У меня аж телефон нагрелся От того, что я вот это Подключаю Сейчас гляну Банда Две секунды Сколько у меня там заряда А то сейчас чувствую Передача Вы в эфире Закончится очень быстро Так Давайте, короче Не буду сейчас подключать Потому что мне кажется Сейчас сядет телефон Он что-то так нагрелся Из-за эфира Что капец Давайте Поотвечаю вам На ваши вопросы Что у меня за телефон У меня шестой айфон 6 С Наверное Казахстан Всем привет В Россию Пока не собираюсь Ребят Потому что Как бы Есть что делать В нашей стране Еще потому Я вас приглашаю О, Дэндафан Родненький мой Вот это еще один человек Добро Любовь Самая светлая энергия Которую я знаю Дэндафан Я тебе, братанчик Отправляю Респект Ты, наверное, где там В Херсоне Или где На какую песню Наступный клип Вот сейчас, короче Выбираем Сейчас мы с Green Grey Прям Доделываем песню И очень прикольная Получается песня Такая глубокая Сильная Музыкально Необычная И Скорее всего Скоро с Green Grey Сделаем клип Но я не знаю Потому что Сейчас как мы ее Доведем до конца Потому что мы ее Еще не записывали Я еще второй куплет Пишу Написан только Куплет с припевом Почему в ВК не отвечаешь Очень редко Бываю в ВК Честно говоря Неудобно Из-за того Что заблокировано Не прикольно Туда заходить И как-то Мне кажется Я перерос В ВК Мне там не очень интересно Общаюсь ли я С бывшими Участниками Конечно С Тафановичем Вообще Мы постоянно На связи С пацанами Тоже Жду бой Усика Очень жду Бой Сани Очень за него Переживаю И буду поддерживать Не знаю Там Еще непонятно Где будет Происходить бой Но Мне бы очень Хотелось бы Поехать Его поддержать Общаюсь ли я С женой Нет Хорошо Роберт Сохраню Я не хочу Обсуждать батлы Потому Давайте Короче Я понимаю Что это Очень популярно Сейчас Среди молодежи Но Для меня Это вообще Как бы Не популярно Не прикольно И ничего Там не нахожу Пойдешь К Дудю Если пригласит Мне кажется Рановато Мне к Дудю Вот Давайте Какие-то Не знаю Такие вопросы Прям Чтобы я Прям Такой Аж Задумался А то Все такое Что я слышал Тысячу раз Я понимаю Что Как бы Мы Редко Общаемся Но Где хусь Боже Дети Чего вы Такие Активные Я очень Кстати Отношусь Хорошо К Детям Которые Меня Слушают Их Очень Много Но Вы Такие Честно говоря Иногда Невоспитанные И слишком Активные Что Так Не должно Быть Должен Быть Какой-то Порядок Везде И Субординация А то Я иногда Читаю Комментарии Во-первых Вы пишете Ужасно Просто Вот С грамматикой У вас Большие Проблемы И Постоянно Как бы Ну Наверное Ну Не знаю Может мне В 13 лет Тоже Было бы Интересно Где хусь Но Все-таки Все-таки Короче Даже Маленьким Вам Нужно Развиваться Я Недавно Кстати Встречался С Двумя Девочками Меня Попросили Там Знакомые Встретиться Они Фанатки Мои Вот Им по-моему По 11 лет И они Мне такие Глубинные Вопросы Задавали Что Иногда Где хусь Как бы Вообще Не всплывает На фоне На фоне Того Что Задавали Эти девочки Я прям Как бы Проникся А мне Знаете Что сегодня Жена Говорит Слушай Говорит Ты там Какой-то Контент В инстаграме Все Поменяй А то Говорит Неинтересно Тебе смотреть Ты какой-то Задрот Ты все Что-то Пишешь Такое У тебя Не бывает Поста Коротенького Ты как раз Пишешь На кучу Строк Расслабься Так я Задрот Что тут Говорит Я Как бы Не стесняюсь Мне нравится Подумать Вот Хороший вопрос Ты Песня 22 Сказала Я пойду Под пули С братьями В одном Ряду А почему Не пошел В АТО Объясню Почему Потому что Когда На моей земле Вот в Киеве Происходили События Я пошел Под пули С братьями В одном Ряду Находился Как бы В очень Горячих местах На тот Момент А Сама Ситуация В АТО Я туда езжу Но как Человек Волонтер Который Пытается Разобраться Во всей этой Ситуации В стране И Я вообще Не из тех Кто поддерживает Войну Я понимаю Что Мы находимся В такой Сложной ситуации В стране Где Бог знает Что происходит Но Я общаюсь С военными У меня Очень близкие Люди Прошли Донецкие Аэропорты И И вы знаете Я знаю Единственное Что войну Нужно Заканчивать Вот это точно Не воевать Нужно А войну Нужно Заканчивать И потому Я не хочу Воевать Я Человек Мира И Это не Отговорка Или оправдание А Это Жизненная Позиция И я Я пытаюсь Нет Ничего Лучше Чем Писать Песни Про Любовь Вот Что Я понял Так Какие книги читаешь Читаю сейчас Книгу Путешествие Домой Не знаю Что за автор Мне просто Когда-то Какой-то фанат Подарил Я вот Недавно Нашел Про Человека Который Стал Духовным Учителем Который Из Штатов Будучи Студентом Поехал Путешествовать По миру И вот Я там Прочитал Буквально Три главы Сейчас Вот Так Ты бы Переехал В другую страну Если бы Не родина Была прям Жопа-жопа А Если бы На родине Не успел Прочитать Пропала Я Вы знаете Как бы У меня Посещали Такие мысли Переехать Потому что У меня Бывало Ну Прям Срывало Башню Я не понимал Ну Как бы Как люди Аморально Так поступают Столько Беды Произошло В стране Все Как бы Наживаются На войне Все Как бы Наживаются На чужих Жизнях И Никто Не хочет Меняться Все Так же Бухают Никто Не хочет Как-то Серьезнее Подходить К многим Мещам И меня Нагребало То что Я жене Говорил Что Не знаю Может Мы даже Переедем Но потом Я как бы Посидел Подумал Пофилософствовал И мне кажется Не просто так Я родился В Украине В Украине И возможно Вселенная Специально Меня сюда Послала Чтобы я Как-то Постарался Повлиять На На Часть Этой Планеты Вот И потому Я стою Здесь Навсегда И Хочу Честно говоря Поехать Какой-то Период Пожить За границей Поучиться Посмотреть На Какие-то Ментальные Вещи Которые Потом Приеду И применю Здесь Вот Потому Вот так Вот Нужно Ездить Путешествовать Вы понимаете Самая большая Проблема Вообще Украины России Беларуси Это социальная Статистика Которая Отличается В 5% Вообще И в Казахстане Тоже 80 Развозчики Пицером 80% Населения Не выезжает За пределы Области На протяжении Жизни Вы представляете 80% Они вообще Не подозревают Что Что вообще В этом мире Происходит Они думают А ну Такие заборы Поломаны А наверное Это же У всех же Поломаны Значит Наверное Это нормально А у всех Машины Жигули Наверное Это нормально На самом деле Ненормально Нужно ездить По миру Смотреть Как живут Люди Брать Примеры Вокруг себя Строить Свой мир И Вот тогда Будем Жить По-человечески Так что Как мне Творчество Макса Коржа Я Отлично Отношусь К этому Человеку Это Ну Прям Добряк И Потому Дай бог Ему здоровья Вот С внуком Порешали Ничего С ним Не надо Решать Это больной Человек Которому Нужно Лечить Свою психику Потому Там Нечего Решать Да вы Понимаете Тут Дело не в президенте Совершенно Дело Есть как в Украине Хорошие люди Так в России Хорошие люди В Штатах Хорошие люди В Бразилии Хорошие люди Но К сожалению Ну Есть такие Сложные Политические Процессы Которые Могут Повлиять На многое И В большинстве Очень много Русского Населения Воспринимает Ермака Как фашиста Потому Если я приеду Ваши города Это чревато Как бы Проблемами Вот Потому Не сейчас Так точно Так Что с тем Мошенником Вы его нашли Мы его нашли Еще год назад Получилось Забрать Часть денег Часть денег Я ему простил Потому что Этот человек Работал в моей Компании Я не мог поверить Что можно Так врать В глаза Просто И Насчет Таких Вещей И То что Сейчас Вот Возникла Ситуация Там Оказалось Что Еще Организаторы Вместе с этим Димой Друг друга Стоят Потому Я удалил Пост Я не хочу Вообще Вспоминать Эту историю Я Тяжело Это все Пережил Потому Так Ну вот Потому и удалил Потому что Там То что Было Там Со мной Наша История Да Там Все Как бы Правда То что Было У мамы Хохотало Этих Организаторов Там оказалось Как бы Все Друг друга Стоят Потому Я удалил Этот Пост Короче А на самом деле Все хорошо Я так рад Многим Историям У меня был Сумасшедший Тяжелый Прошлый год Очень много Людей Плохих Я Повстречал На своей Дороге Очень Непорядочных И Ну Это Меня Закалило Это Сделало Сильнее Я Со всего Сделал Выводы И Вы знаете Неплохие Выводы То есть У меня В основном Людей Как Происходит Людей Там С людьми Поступают Плохо Они Такие Все Типа Люди Все Пидорасы Я Больше Никогда Вам Куча Хороших Фанатов Ребят Которых Я встречаю Которых Добрые Глаза Которые Что-то Хотят Делать На этой Планете Потому Своё Добро В сердце Я никогда Не Предам Я не Скажу Что я Супер Добряк То есть Во мне Много И Плохого Но Я Хотя Бо Стараюсь Быть Меньше Животным И Больше Человеком Разумным Так Картошку Посадили Давно Кстати Не Сажал Картошку Очень Давно Уже Так За Сколько Собаку Купил По-моему На тот Момент 150 Долларов Или Нет Не Помню А Нет Стоп Шучу 300 Долларов Было Вот И Я Приехал И Вот Расскажу Как Все Было Мне Кажется Очень Много Я Раньше Не Верил Судьбу Но Сейчас Многие Моменты Которые В моей Жизни Происходят Которые Нельзя Объяснить И Как будто Так Должно Было Быть Вот Как С Собакой Было Я Вообще Хотел Белого Лабрадора Тим Ты Слышишь Тим Они Спрятались Ждут Маму Тимон А ну Выглянь Ты Слышишь Что Я Тимон Хотел Белого Лабрадора Я В общем Приезжаю Лежит Я Приезжаю В общем К Заводчику И Он Говорит Белые Лабрадоры Еще Маленькие Им Там Буквально Чуть Больше Месяца У них Еще Прививок Нету Я Не Могу Вам Белого Отдать Вот Остался Один Черный И Выходит Тимон Это Моя Любовь Честно Я Люблю Больше Жизни Я Вот За Него Прям Жизнь Готов Отдать Тимошка А ну Покажись Мой Родной Что Заскучал Он Вот Я Приезжаю И Он Один Выбегает Ему Два С Половина Месяца Было Такой Хвостиком Отреляет Ну И Как Я Мог Его Не Взять Вообще Я Его Взял Он По Дороге В машине Нарыгал Мне В ладошки Его Укачал Вот И Куча Было Всяких Историй С ним Сколько Он Скушал Сколько Всего Но Он Такой Вообще Золотой Мой Вот Так Вот Так Ну Что Давайте Еще Пару Вопросиков И Будем Будем Заканчивать Этот Эфир Что Скажу Про Конора Я Считаю Что Это Величайший Боец В Истории Как Бы Разного Вида Единоборств И Пусть Он Как Б Так Сказать Пиздливый Да Но Он Действительно Великий Боец Вот И Потому Я К нему Отношусь Хорошо Так же Как К Хабибу Отношусь Хорошо И Мне Честно говоря Не очень Бы Хотелось Бой Хабиб Хонор Потому Что Не Знаю Это Кому Подпортит Мне Кажется Историю Вот И Мне бы Не хотелось Я бы Хотел Знать Два Великих Бойца На веки Чемпионы Это Хабиб И Конор Вот Да Хабиб Тигр Я Согласен Так Про Конора Хорош Так Как Тебе Окси Ну Я Скажу Что У Меня За Последние Годы Очень Сильно Поменялось Отношение К Симирону Потому Что Ну Действительно Как будто Пошел В другом Векторе Когда Он Вот Появился С этими Батлами Со Всеми Вот Этими Скандальными Бифами Остальными Остальными Всякими Не Очень Как Бы Светлыми Такими Историями То Мне Это Все Было Вообще Не Родное Вот Но Сейчас Я Смотрю Куда Он Двигается Он Действительно Также Пытается Не то Чтобы Проповедовать Да Но Пытается Показать На собственном Примере Что Нужно Развиваться Нужно Быть Человеком Разумным Передавать Эти Знания Стараться Вот Потому Это Это Хорошая Черта И Я Не Могу Ничего Плохого Сказать Единственное Что Мне Кажется Энергию Бы Поменять И Какую То Песню Записать Не В Таких Депрессивных Битах Так Как тебе Группа Пошлая Моли Я знаю Есть такие Ребята Из Харькова Ну Не знаю Их Творчество Мне Напоминает Меня В 20 лет С клипами Там Пидороссия И все Остальное Такое Все Провокационное Такое Дерзкое Такое Типа Я вам Сейчас Всем Раздам Говна Вот Потому Не знаю Как бы В их возрасте Мне кажется Это все Прикольно Каждому Каждому Периоду Своё Так Следишь За Зинченко Слежу Немножко Подписан Я на Страницу Футбол И они Так его Любят Постоянно Выкладывают И как бы Я радуюсь Вообще За всех Людей У меня нету Какой-то Зависти Какого-то Недоброжелания Что у Кого-то Что-то Там Лучше Чем у Меня Мои 26 У меня Такого Нету Я наоборот Радуюсь За людей Которые Своим Трудом Чего-то Достигли И наоборот Пытаюсь Взять Пример Научиться Чему-то А у нас В стране Почему-то Я говорю Вот Сука Какая у него Машина Хорошая Вот Сука Вот Там У него Там Девушка Красивая Вот Сука Наверное Повелась На его Бабки Вот Я Не Не Люблю Ром Украина Фильм Можно Снять Только На Украинском Языке И Мы Столкнулись С Этой Проблемой И Это Стала Реально Проблема Как Минимум Для Киев Стонера Вот Если Я Еще Как-то Попытался Поднатаскать Украинский Язык То Киев Стонеру Мне Кажется Будет Тяжеловато Так Матч Ивент С Реал Был Пенальти Я считаю Что там Был Реально Пенальти И Мне кажется Это Очень очевидно Тут Вопрос В том Что Типа Все Хотели Интриги Я Сам Хотел Чтобы Было Дополнительное Время И Я Честно Говоря Уверен Что Пенальти Был Но Я бы Я бы Не удалял Буфона И Противостояние Криштиану Буфоне Вот Это Было Было Действительно Интрига Вот Потому Ну А так Я Зарял Потому Я Действительно С детства Люблю Буфона Как бы Это Легендарная Личность У меня Была Футболка Буфон В детстве Но Болею Зарял Потому Как Я Могу Слиться В какой-то Момент Как Относишься К Фейсу Мне Интересно Как Вы Относитесь К Фейсу Что Вы Находите В Его Музыке Если Можете Напишите Хотя Б Так Тезисно Почему Вы Спрашиваете Меня Об Это Потому Что Я Там Ничего Не Нахожу Мне Интересно Что Вы Находите Почему Даже Такие Вопросы Возникают Нехативно Ну Вот Я Не То Чтобы Я Никому Вообще Пацаны Никогда Не Подкатывал И У Меня Была Куча Куча Возможностей Кучу Раз Пересекались Бастой Но Я Не Знаю Я Не Привык Никогда Никем Типа Пользоваться Набиваться Там На Фит Или Что То Такое Типа Мне Кажется Когда Люди Становятся Очень Близки В чем То Вот Тогда Получается Что То Достойное Вот Меня Поражает Люди Которые Вот Там Пишут Всякие Иди Нахуй Я Просто Не Знаю Что Происходит Вашей Жизни Мне Не Не Что Вы Меня Оскорбляйте Мне Просто Вас Откровенно Жалко Потому Что Мне Кажется У вас Не Хватает Внимания Какого-то В жизни И Особенно Это Дети Так Был вопрос По-моему Про Гуфа Как я отношусь К Гуфу Вообще Честно Я не знаю Я Я не хочу Тут Как бы Рассказывать Как я Кому Отношусь И Давать Какую-то Оценку Кому-то Или Чему-то Потому Короче Не буду Я сейчас Обсуждать Других Рэперов Давайте Поговорим О Чем-то Обычном Человеческом Спой Что-нибудь Ох Что же Тебе Спейте Так Давайте Вопросики Как погодка Вообще Бомба Честно Я Вон люди В ресторанчике Сидят Не видно Как его Так Сколько Все Отдыхают Вот Севастополю Просто Огромнейший Привет Я Когда-то В детском Лагере В девятом Классе В лагере Омега По-моему Называется Отдыхал И Это был Незабываемый Отдых Город Севастополь Невероятно Красивый Невероятное Море Невероятная Природа И Как бы Запомнилось Это навсегда Наикрасивейшая Миссия В Украине Не знаю Крым и Карпаты Всегда Были Потому Для меня Крым Такая Болезненная Тема Я Все детство В Крыму Хошло Че Аня Так Долго Ну Вот Ребят В Россию Вот Так Отправляются Посылки Когда Ребенки Ждать Как Бог Даст Как Только Наш Ребенок Выберет Место Выберет Знак Зодиака Себе Там Дату Рождения Когда Он скажет О Меня устраивают Эти родители Вот Тогда И что Ермак Продался Да я Как бы По жизни Продан Так А где ты Посмотри Назад Я тебя Не вижу Ты Че Это Брат Наверное Перепутал Да Мой Шотик Привет Братанчик Это Даст Маразм Много Пишет Фит С Кимос Буде Ну вот С Грингрей Будет Честно говоря Очень бы Хотел Сделать Фит С Христиной Соловей С Хардки С Ну Честно С очень Многими Украинскими Группами Хотел Бы Сделать Фит Достой Какие Планы Едем Честно Говоря С собаками Погулять Потому Что Пришла Хорошая Погода Они Тоже Как бы Волки Которые Хотят Побегать Побыть На природе И мы Сейчас Аня Отправит Посылки И мы Едем На Киевское Море Распад Распада Там Где ты Баку Привет Азербайджану Вот Очень Хотел Был Побывать В Баку Честно Говоря Как Как я Отношусь Ну Все Ребят Я уже Честно Вы Поздно Подключились Меня Радует Что Вообще Как бы Если бы Меня Спросили Кого Лучше Слушать Фейса Или Коржа То Я бы Однозначно Сказал Макс Песен Его Нравится Это Музыкант Прям Сто Пудовый Оптимист Так Тим Ну Поулыбайся Там Не Они Что Им Жарко Видимо И они Там Помирают Так Сегодня Шальки Борусия Ну Я Честно Говоря Просто Всегда За Футбол За Хороший Футбол Не Не Смотрю Лигу Смеха Честно Говоря Вообще Ну Нет Времени Я Вообще У нас Телевизор Дома Сты Он Не Подключен Про Блэкстар Да Не Ничего Я Не Поменял Я Не Понимаю Как Я Посмотрел Как Тимати Ходил На Выборы С Кридом И Как Идет Пропаганда Голосования За Царя И Я Это Не Поддерживаю Хабиб Чемп Это При Любых Вот Слушайте Братанчик Тем более Ты же Со мной Общаешься Создавай Украинский Блэкстар Но Ради Музыки Ради Музыки А не Ради Бабки Я Вам Объясню Что Музыка К сожалению Такой Же Бизнес Как И Любой Другой Если Говорить В рамках Лейбла И Музыка Для того Чтобы Снимать Хорошие Клипы Записываться С Крутыми Музыкантами Это Все Стоит Денег И Потому Тут Не Может Быть Музыка Ради Музыки Оно Просто Должно Находиться В гармонии Просто Не Нужно Продавать Свою Жопу Страшно Как Это Делают Очень Многие Музыканты Они Сегодня Колбасу Рекламируют Завтра Еще Что То Короче Музыка И Такое Понятие Вот Кстати Почему То В нашей Стране Очень Плохое Отношение К Деньгам Вы Знаете Я Тоже Переслушал Песню По городам И у меня Есть Я Не Пускал В душу Тех Кто Покупает Прадо Деньги Меняют Всех Я Вовек Не Стану Гадом Были Такие Строчки И Вы Знаете Я Очень Пересмотрел Отношение К Деньгам Потому Что В деньгах Нет Ничего Плохого Если Ты Работаешь Пашешь И Зарабатываешь Деньги Вот Что Плохого Я Помог Ребятам Снять Кино Они Мне Заплатили Деньги Что Плохого Что Я Выпустил Одежду Я Запарились Нереально С женой Потратили Кучу Времени И здоровья Реально Потому Что Мы Таскали Все Эти Ткани Сами Отшивали Было Куча Проблем Что Плохого В том Что Я Должен На этом Заработать Просто Я же Говорю Должно Какое-то Адекватное Отношение Должна Быть Гармония Между Творчеством И Деньгами То есть Крут Тот Художник Который Пишет Красивые Картины И Также Продает Их За Достойные Деньги В этом Нет Ничего Плохого Пожалуйста Я Всех Прошу Пересмотрите Свои Отношения К Деньгам Потому Что Я Сам Таким Был Я Рос В Обществе Где Смотрели На На самом Деле Это Не Так На самом Деле Есть Достойные Люди Которые Работают Зарабатывают Эти Деньги Есть Программисты Вот Почему Я Должен Осуждать Какого-то Человека Там На Новой БМВ Тройке Который Живет Там В Хорошей Квартире Но Он Заработал Эти Деньги Он Действительно Обучался Там Программированию Каким-то Языкам Сложным Процессом Теперь Зарабатывает Хорошие Деньги Вот Я Призываю Всех Просто К Обучению Чем Лучше Мы Будем Там Обучаться Чем Серьезнее Будем Подходить К Знаниям Тем Тем Все Станет Понятней Каждому Так Так Много Слышу О Салахе Как бы Я Не слежу Честно говоря За футболом Сильно Последнее Время Но Все говорят Салах 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 Вот Нереальный Какой-то Видимо Чувачок Надо будет Посмотреть Матчи Набережный 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 Набережным Чел Как правильно Сказать Набережным Челнов Привет Егор Кричеткий Ну Каждому Свою Так Мне Хоккей Честно Нравится Я Буквально Несколько раз Жизнь Играл В хоккей И Это Очень Честно Жесткий Вид спорта Вот Потому В Советском Союзе Была Песня Трус Не Играет Хоккей Потому Что Реально Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Та шо ж за беда? Я до сих пор жду Аню Ой, ребятушечки мои Давайте подключайтесь Я хочу Хочу вам Тоже вопросики позадавать Теперь я вам задаю вопрос Не, ничего не случилось Я уже как-то ходил на новую почту Там просто Не люди работают, а Ручники какие-то Которые все делают Очень медленно Да, собака есть Вон две Дворняга там Не видно только Тимон А ну, помаши лапой Санямба Сонечка Вот так глазом она подсматривает Теперь у меня к вам вопросы Что бы вы хотели Изменить в Ярмаке В положительную сторону, конечно Ну вот что вы считаете Вот если бы Во мне что-то было Я бы вот был вообще Прям Не знаю Вашим героем Касается музыки Может там Внешнего вида Еще что-то Если бы Баттлил Но вот это Точно Никогда Такого уже не будет Так я уделяю вам Родные Внимание Как-то Сильные тексты Хорошо Без мата Хорошо Танцевальные песни Вы по слову пишите Мне не понятно Благотворительность Добавить благотворительности Или Или это плохо Я вот Не понял Смысл Просто я думаю Что Улыбаться Хорошо Ты армян То есть Если бы я был армян То я был лучше Был бы лучше Вот какие-то есть Вещи Вот я Как бы Очень люблю Конструктивную критику Потому что Как бы Ну Я же учусь сам Каждый день К чему-то И Если кто-то Напишет Что-то такое Что Стоит бы Подметить Я бы Я бы с удовольствием Подметил Потому что У меня Знаете Как бы Своё видение Особенно У Поколения Помладше Своё Потому Это я при любых Буду собой Просто мне интересно Вообще Что происходит На уровне Вообще Каких-то Тонких Материй Среди Общества Что бы Оно Хотело Конечно Я же Не сделаю Под То Что Кто-то Там Хочет Но Мне просто Интересно Для своих Размышлений Так Хорошо А вот С кем бы Вы хотели Совместный Трек Увидеть Мияги Тоф Тифест Баста Пока Как-то Не единогласно О Динам Си Сорок Семь Ничего себе Неожиданно Я Кстати Недавно Случайно Решил Пересмотреть Клип Иди на МС Сорок Семь Честно Горя Ну Я как бы Раньше Слушал его И Человек Говорит Как бы Очень хорошие Вещи В своих Песнях Жаль Что он Сейчас Как-то С этим Подзавязал Я Как бы Очень Хорошо Относился К его Творчеству Так Корж И Баста И Мияги Пока В топе Михалыч Корж Меня радует Что столько людей Слушает Коржа Оксимирон Кого не мотивирует Ни Корж Ни Элван Помню Такая строчка Была Оксимирона Как тебе Лил Пип Я вообще Честно Не знаю Ну Не свойствам Ни единой Как бы Ни единой Композиции Да Что-то Сейчас Тоф И Корж Побеждает Ну Как-то Честно Геро Все Банально Такое Чувство Что Вы Слушаете Как минимум Те Кто Сейчас В эфире Слушаете Как бы Только Самое То Что На слуху Меня интересуют Какие-то Как бы Действительно Они там B2 DDT Я бы С удовольствием С ними Сделал Песню Конечно Это Величайшая Группа Рамштайн Рамштайн Духасмич Гуфракц Духасмич Гуфракц Я Недавно Я вообще С такую Смешную Историю Расскажу Короче Когда Группа Рамштайн Была Очень Популярная Я Был С детства Добрым Человеком И Вот Мой брат Из Минска Слушал Рамштайн Но Для меня Это тогда Казалось Просто Какая-то Голос Дьявола Как бы На полном Серьезе Я помню Как-то Диск Рамштайн К иконе Подвестил Представляете Не знаю Мне лет 10 Было Или 11 Я подвестил К иконе Думал Что диск Плавится Эй Заглючила Трансляции Так молодежь Нет Газгольдер Не пойду Надо В Украине Создавать Свою Движуху Свою Культуру Как тебе Мару Очень Как бы Техничный Парень Очень Круто Звучит Нахуя Нахуя Тебе Тебе Нахуя Разговоры Двух Чуваку Чуваку Что ты Базаришь Вопрос С кем С кем бы Вы хотели Увидеть Совместный Трек И как-то Как-то Все банальненько Очень Я уже Честно Так Замахался Ждать Аню Укрпочта Я Официально Заявляю У себя В прямом эфире Что Очень плохо Работает Так Так Много Людей Пишет Честным Я Не знаю Честная Такого Исполнителя Вообще Как бы Я Когда-то Где-то Видел Какое-то Одно Видео Все Пишут С коржом И басты А еще Каких-то Не Не настолько Популярных Не знаю Исполнителей С потапом Но уж Нет И Каспийский Гроз Топчет Собаки Мои Вы уже Там Подзапарились Беленюк Скупой Как Человек Вот Не знаю Что-то Вот За Это Как бы Вообще Не согласен С этим Настолько Добрый И Порядочный Человек Что Прям Я считаю Что ты должен Забрать Свои слова Обратно Потому что Мне кажется Это просто Ты сам Что-то Накрутил Я Когда Познакомился С Жаном Ну как бы Я В очередной раз Убедился Что успех Не приходит Просто так К Каким-то людям Долбоебам В основном Как бы Люди Которые Становятся Лучшими В мире В каком-то Направлении Или просто Вообще Уникальными Они действительно У них Составляющая Их Характера Это порядочность Это Концентрация Это Работоспособность Нереальная Это Вежливость Это Доброта Вот А те Кто Не обладает Такими Качествами Они приходят Так сказать На трон Очень На короткое Время Потому Жан Как раз Человек Который Обладает Всеми Этими Качествами И я уверен Тебе просто Показалось Что он Скупой Ебани Бенгер Ебану Бенгер Бенгер Да Хочу сделать Рэб-фестиваль Обязательно Его сделаю Если бы В шестом году Не ввязался В этот Говно-баттл Уже бы давно В Украине Рэп пошел По-другому Потому что Как раз Я собирался Сделать Рэп-фестиваль А пришлось Потратить Время Не на то Арсен Мирзоян Но Уж нет Это У нас была Неприятная История С этим Артистом Наш Концертный Директор Его Вырубил Федук Ну Наверное Хороший Парень Ну И Как бы Песня У него Тоже Достаточно Прикольная Вот Не увидел Никакого Такого Креативного Какого-то Предложения С кем Замутить Фиток Как-то Все Баналенько Ожи Найдет Ура Ура Что? А Ну Я не видела Что это Ну Это ужас Ну Она Вон Смотрите Тетрадка У нее Как в древние века Она там Все пишет Фломастерами Разными Отмечает Я говорю Давай на ноутбуке Сделаем Таблицу Специальную С расчетами Со всей информацией Нет Не так легче Вот так Вот Короче Братва Всем хорошего дня Я реально Блин Запарился Ждать Аню И Надеюсь Хоть немного Пообщались Я вас чем-то порадовал И Всем Всем Хорошего настроения Всех обнял Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому